Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, в нашем регионе уже с августа идет активная рассылка, массовая рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату всевозможных налогов. О том, как идет процесс вообще, если вам что-то непонятно, что надо делать, куда идти и как платить налоги, об этом мы сегодня поговорим. Хочу представить наших гостей в студии. Итак, это Татьяна Стрельцова, заместитель руководителя нашего регионального управления Федеральной налогослужбы по Тверской области. Добрый день! Добрый день! И ее коллега Надежда Давыдова, начальник отдела налогообложения имущества тоже нашего замечательного регионального управления ФНС. Добрый день! А вы, дорогие телезрители, можете звонить по телефону 300-190, вот если вам что-то интересно по налогам, что-то, может быть, даже у вас есть вопросы, что вам не так начислили, или когда начислили, когда надо уплатить, чтобы не быть должником государства, звоните по телефону 300-190. У вас прекрасно, дорогие телезрители, возможность напрямую из первых уст, что называется, все спросить, все, что вам интересно, даже не нужно, никуда бежать, ни в какую налогу, вы можете позвонить и спросить. 300-190. Все, что вы хотите знать о налогах. Ну что ж, дамы, скажите, многие жители уже нашего региона получили эти уведомления? Ну, в целом в этом году мы направили порядка 703 тысяч налоговых уведомлений из них, 530 тысяч это направленной почтой и 137 тысяч через личный кабинет. То есть основная масса наших налогоплательщиков, как мы предполагаем, уже получила налоговые уведомления. Ну а пользователи личного кабинета, они, что называется, вообще его получают в один день, и основная масса их уже получила в августе месяце. Но, если позволите, хотелось бы немножечко такое отступление сделать для пользователей личных кабинетов. Да, все-таки напомнить, что те, кто подключен к личному кабинету, они не получают налоговые уведомления на бумаге. Ну, за исключением случаев, когда, конечно, направили просьбу, чтобы дублировалось. То, что через личный кабинет получают? Ну, вот теоретически, ну, всякое бывает, компьютер у человека сломался, но бывает, интернета нет. Ну и что? Он получает гораздо заранее в один день это налоговые уведомления. Если вот в августе они появились в налоговых, в личных кабинетах, срок уплаты у нас, ну, в связи с выходными, там, да, 2 декабря. Ну, сегодня нет интернета, завтра есть. Он может посмотреть, мало ли у него какие возникли вопросы. Он тут же через личный кабинет направляется в вопрос. Татьяна, вот нам показывают, уже даже есть вроде бы телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, да, слышу. Создавайте ваш вопрос. У меня три земельных участка на одной улице, при этом налог на один час, на остальные... У вас очень плохо слышно. Из того, что мы поняли, у человека три участка, ну, давайте на всех лучше разъясните. Ну, давайте, наверное, я немножко прокомментирую. Скорее всего, был вопрос, что три земельных участка, может быть, одинаковой площади, но приходит разный налог. На одной улице, насколько вы услышали. Да. Дело в том, что у нас земельный налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. Возможно, что органами Росреестра кадастровая стоимость была установлена разная. То есть, один земельный участок, например, миллион, другой полтора миллиона. Соответственно, вид разрешенного использования может быть разный. Поэтому и кадастровая стоимость другая. Соответственно, и налог будет разный. На эти три, казалось бы, одинаковых участка. То есть, даже если они одинаковые площади, на одной улице, что называется. Если разный вид, например, чуть-чуть отличается площадь, опять будет разная. К сожалению, да. То есть, пусть телезрительницу это не смущает. Это не ошибка в начислениях ни в коей мере. Ну, это не совсем наши функции, определять правильно или неправильно кадастровая стоимость. Но такие случаи, это вполне допустимо. Нет, ну она пускай к нам обращается, мы, конечно, посмотрим, разъясним все. То есть, надо смотреть конкретно. Куда человеку обратиться? Лучше всего обратиться, если есть личный кабинетный платежчик, то электронно через личный кабинетный платежчик для физических лиц на сайте ФНС России. Либо же, это город Твейналоговый центр, Октябрьский 26. Можно еще через сайт, даже если нет личного кабинета. Можно просто через сайт, да, обратиться в ФНС, сервис такой существует. Здесь просто для налогоплательщиков, еще для пользователей личного кабинета есть еще, ну, такое, как бы тоже, наверное, ну, плюс, да, для того, чтобы все-таки популяризировать этот сервис. Когда человек обращается у нас через личный кабинет, срок рассмотрения, обращение его у нас тоже сокращается. То есть, так, по закону, 30 дней через личный кабинет, это срок меньше. А вот как раз мы опять вернулись к личному кабинету. А вообще, насколько он популярен становится в нашем регионе? Ну, достаточно популярен. То есть, если вот сейчас 137 тысяч налоговых уведомлений, да, направлено, то есть, это уже где-то, ну, наверное, пятая часть, да, все-таки. То есть, это достаточно популярный сервис. Тем более, я думаю, оценили его даже не налогоплательщики. Преимущественных налогов. А налогоплательщики, которые пользуются, например, имущественным или социальным вычетом, им никуда не нужно ходить. Нет столпотворения в налоговом органе. Декларация заполняется прямо в личном кабинете, отправляется. Заполняется она достаточно быстро. Документы все можно туда прикрепить. Мало того, когда ты отправил эту налоговую декларацию, налогоплательщик может отслеживать стадии. И то есть, если вдруг, ну, всякое бывает, да, задержали ему срок камеральной проверки, он тут же реагирует, тут же направляет сообщение в налоговый орган. Ну, это на самом деле очень удобно сокращает. Экономит, вернее, время. Время налогоплательщиков-то самое главное. Ну, время это все-таки самый дорогой сейчас ресурс в наше время. Поэтому, простите за тавтологию, но время ценно. Ну, и помимо декларации, он еще может заявление написать на базу, чтобы мы вернули эти деньги. То есть, тоже не надо стоять очередь. Оставитесь перед нами какой-то целевой показатель, допустим, услуга, через пять лет, чтобы уже половину, допустим, в регионе были чередливы. Ну, к примеру, так вот как-то ставится? Ну, поначалу, да, такое было, но сейчас как бы именно от жесткого такого, да, вот прям целевые показатели, в принципе, служба отошла. То есть, все достаточно демократично. Ну, вам бы хотелось самим как бы в идеале? Конечно, конечно. Конечно, потому что удобно даже потому, что, ну, понимаете, да, понятно, какая-то часть налогоплательщиков, она все равно будет всегда ходить ногами. Это и люди старшего поколения им удобнее, да, они любят и общение, да, да, все-таки глаза в глаза. Но главная цель, понимаете, в чем стоит, чтобы, когда у вас все хорошо у налогоплательщика, это казаться и физлица, и индивидуального предпринимателя, и юридических лиц, мы вообще не должны встречаться с налогоплательщиком. Мы не должны быть знакомы налогоплательщикам. То есть, в онлайн-режиме у вас все хорошо, и мы друг друга не знаем. То есть, нет такого теперь понятия, мой инспектор, никаких моих инспекторов. То есть, когда налогоплательщик знает в лицо Татьяна Стрельцова, это плохо получается. Ну, только если он по интервью знает, то это, наверное, хорошо, а так? Скажите, а что делать тем, кто забыл, утерял пароль от личного кабинета? Ну, здесь тоже ничего страшного нету. Если он забыл свой пароль, обращается, это буквально дело вот пяти минут. То есть, он обращается в любой налоговый орган, неважно, там, где он регистрировался, или в другой, который ему в данный момент, ему сейчас ближе. Да, обращается, ему восстанавливают пароль. Вот даже находясь в отпуске, я не знаю, на море там, да, и вот он вспомнил, что я забыл пароль. И можно пойти в местную, если скажешь, Россия, естественно. Да, запросто, да, обратиться в любой. Ну, и, конечно, еще можно восстанавливать с помощью госуслуг, ну, те, кто подключены. А как прочее, там, телезрителям сразу вопрос. Наверное, дело привычки, мне кажется. Ну, вот я лично захожу через госуслуги, мне так удобно. То есть, у меня есть подтвержденная учетная запись, я захожу в личный кабинет через госуслуги. А я захожу с мобильного телефона, у меня приложение на телефоне. Скажите, а я захожу в соседний кабинет. Нет, нет, это очень удобно с мобильного телефона, то есть, установлено приложение, оно есть и для iOS, и для... Андроида. Да, Андроида, вообще очень удобно. А еще очень удобно нам сейчас немножко передохнуть и уйти на рекламу, дорогие зрители. После рекламы, а вы задавайте вопросы, после рекламы 300-190, все, что касается налогов, все, что вам интересно, звоните, пожалуйста, в студию. Сегодня мы говорим о налогообложении, о том, как сейчас идет налоговая кампания, соответственно, вы можете там звонить по телефону 300-190, если вам что-то непонятно, может быть, какое-то не пришло вам уведомление, или пришло не такое, и так далее. Звоните по телефону 300-190, у вас есть прекрасная возможность узнать все из прямых, как говорится, из первых рук. Дамы, скажите, очень часто у граждан возникает вопрос, почему на конвертах стоит штемпель другого региона? Ну, это не другой регион, у ФНС России есть, это абсолютно наша подведомственная нам организация, ФКУ, федеральные казенные учреждения, они расположены во многих регионах России. Например, это Подмосковье, как раз это Волгоград, Санкт-Петербург. И именно эта структура занимается, что называется, конвертированием и направлением в почтовое отделение. Конвертированием, да, то есть вкладывание в конверт, запечатывание и направление в почтовое, ну, на почту, да, уведомлений. Поэтому это наша структура, да, если именно стоит ФКУ, налогсервис, какого города. Ну, и опять же, не нужно забывать, да, у нас все-таки теперь экстерриториальный принцип. Если раньше налогоплательщик, там, имея, к примеру, по всей России имущество, да, он получал кучу налоговых уведомлений с каждого, вот с каждой территории. То есть сейчас, например, если гражданин, у него место жительства, ну, прописка, да, в Твери, а у него есть еще во многих там регионах имущество, что единое уведомление он все равно получит от нас, то есть, ну, от того места, где он прописан. Поэтому здесь получит от другого, туда, куда переехал. Там, где зарегистрировали, да. Ну, опять-таки, тоже надо иметь в виду, что человек, ну, у нас же, сами знаете, не всегда прописан в другом месте, уедут, бывают люди в Москву, знаете, годами отчислят все равно здесь. Нет, по месту прописки, конечно, да, по месту регистрации ему и уведомления будут приходить. Опять же, возвращаясь к тому, почему хорош личный комбинент, да, где бы не находиться. Я бы не находился даже за границей. Заходишь в личный кабинет, видишь, все, пожалуйста, никаких проблем не будет. Скажите, вообще, какие-то в этом году изменения в вашей сфере есть? Да, вот раз мы заговорили про уведомления, хотелось бы отметить, что с этого года у нас не печатается отдельная квитанция. То есть, бабушки уже начали звонить, как раз обращаться. Мне пришло уведомление, но я не могу оплатить, нету квитанции. Теперь у нас поменялась форма уведомления, и в самом уведомлении уже есть как раз этот QR-код, есть индекс документа и банковские реквизиты, по которым можно оплатить все налоги. Земля, имущество, транспорт. То тоже, опять-таки, упрощает звонить, да? Упрощает, да, то есть, чтобы не было много бумаги, да, то есть, чтобы они не теряли отдельное уведомление, отдельное квитанция, за что, за какой год они заплатили. То есть, это удобно. Скажите, кстати говоря, тоже, вот мы все через терминалы платим, а у нас, ну, я, конечно, по привычке Сбербанк, а вот какие еще банки? Нет, на самом деле, банков-партнеров очень много, поэтому это, конечно, он расширяется, да. У нас так же, как берет платежи, все это идет без комиссий. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, вот такой вопрос у меня. Мы в свое время с мужем получили земельный участок под огород, ну, под дачу, молодые были, а потом у нас куча болезней, и мы ее забросили. Нам все шли налоги, но еще в прошлом году как-то немного было, оплатили, а вот сейчас уже 170 рублей, еще мы так бесконечно будем платить, что нам делать теперь? Мы не работаем на даче. Хорошо, спасибо. Алло. Да, 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 сейчас мы вам прокомментируем ваш вопрос. Дело в том, что обязанность по уплате земельного налога лежит на собственниках земельных участков. В связи с тем, что вам в свое время выдали и вы оформили собственность на данный земельный участок, то у вас как раз существует конституционная обязанность по оплате земельного налога. Если вы не хотите оплачивать земельный налог, то вы можете либо продать свой земельный участок, но если он вам был выдан в свое время администрации муниципального образования, то вам необходимо пойти и написать в администрацию муниципального образования отказ от этого земельного участка. А кто же будет отказываться от своей земли? Лучше продать? Нет, на самом деле случаи такие. Есть люди, отказываются. То есть, чтобы продать, они просто отдают? Ну, если ему невыгодно, ему далеко ездить туда. Продать-то можно? Ну, можно, да. Ну, достаточно много людей отказываются. Но здесь я еще хочу немножко дополнить, Надежда Борисовна, это касается не только земельного участка, в смысле обязанность платить, да. То есть, уплата налога не ставится в зависимости, используется имущество, транспортное средство, недвижимость, земельный участок. То есть, в зависимости от того фактического использования нет. Право собственности есть, уплачивается. Право собственности прекратилось, налог прекращается. Право собственности подруживает обязанность платить. Так, об изменениях как раз нас прервали. Что-то еще новое появилось в этом году? Ну, левые. Да, также в уведомлении теперь не прописывается, скажем так, не пропечатывается сумма налогоплаты, если земельный участок, либо физическое лицо относится к категории льготный. То есть, если он является пенсионером, например, то он не платит налог на имущество в части одного вида собственности. Тоже важный момент. Да, то есть, чтобы не путать налогоплательщиков. Если у пенсионера вид собственности один, но участков три? Это один вид собственности, это земельный участок. Я сказала про вид, это что касается имущества. Это квартиры и комнаты, это один вид собственности. Дом, гараж, это другие виды собственности. Поэтому, если сумма льготы, она превышает исчисленный налог, то в уведомлении как раз не будет указан этот объект. А какой из них? Вот, допустим, вот если у человека и квартира, и автомобиль, допустим. По какому они? Нет, дело в том, что если у человека и квартира, и автомобиль, то из-за квартиры, и автомобиль он будет исчисленный налог, и налог обязан быть оплачен. Если, например, по квартире у него льгота, вот он пенсионер, то у него будет только машина отражена. А он будет сам выбирать? Нет, это разные налоги. Нет, в пределах одного налога, да. Если, допустим, у пенсионера две квартиры, то он может выбрать, за какую квартиру он не хочет платить налог. Да, то пишется заявление, указывается этот объект, и налог на эту квартиру не будет исчисляться. Это да, такой. Но если он промолчал и не написал заявление, мы все равно предоставим льготу, но автоматически она будет предоставлена на тот объект, по которому больше налог. Сумма налога. Сумма налога больше. То есть вот это на этот мы предоставим. Сдак, что за человеком. Да, если он не обратился. А опять-таки через тот самый личный кабинет можно или это личный интерьер тоже? Конечно, никуда ходить лично не надо. Там в свободной форме, да, по-моему, скажу? Там есть форма заявления. Нет, там есть форма заявления, да. Есть утвержденная форма заявления. Крития, а вообще, по сравнению с прошлым годом, какие-то начисления увеличились? Нет, у нас в Тверской области, ну и вообще по всей Российской Федерации, на земельный налог и налог на имущество по кодексу может быть увеличено не более чем на 10%. Вот существует такой порог. И в Тверской области, в связи с тем, что у нас не было пересмотра кадастровой стоимости, у нас налоги в этом году не увеличились. Немножко, но это по дорогостоящему автомобилям мощным. А, нет, на следующий год. Нет, почему? Это достаточно незначительный рост, потому что там машины это очень мощные, соответственно, это очень дорогие машины. Их не так уж много оказалось, кого затронул вот этот вот рост. А в целом, в принципе, на уровне прошлого года осталось. Чуть-чуть там. В пределах, что называется, инфляции. Ну вот 10%, да, потому что сейчас федеральным законодательством запрещено. То есть рост более чем на 10%. Кристина, а что делать тем, кто не получил налоговое уведомление? И бывают случаи, когда они действительно не должны приходить? Ну да, во-первых, надо сначала все-таки понять, должен ли был налогоплательщик получать налоговое уведомление. То есть здесь в основном это два случая. То есть если человек льготник, то есть у него есть право на льготу, естественно, ему налог не исчисляется, уведомление не придет. Либо если сумма налогов по уведомлению, да, у него менее 100 рублей. То есть мы тоже не будем направлять. Либо пока сумма не превысит 100 рублей, либо когда подойдет 3 года в связи с сковой давностью. Если человек не попадает под эту льготную категорию, да, либо там сумма налога больше, тогда можно также обратиться в налоговый орган, как мы уже говорили, через личный кабинет, через сайт, можно почтой. Ну а кто уж очень желает лично, может, конечно... А по телефону можно узнать, конечно, информацию. Да, в связи с чем. Тем более сейчас у нас действует федеральный номер, это колл-центр. Это как у всех, вы тоже знаете. Да, 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 уже он у нас действует несколько лет. Если оператор сразу не сможет как бы ответить, дать полный ответ, он переключит на соответствующий налоговый орган. То есть это будет либо управление региона, либо соответствующая инспекция. Что делать, если человек не согласен с налоговым начислением, допустим, он считает, что сделано с ошибкой, к примеру? Такое же тоже бывает. Это то же самое. Это все то же самое. Обращение в налоговый орган любым удобным способом. И электронный кабинет. Все одинаково, да. Через сайт России просто обратиться в ФНС, либо личный кабинет налогоплательщика, либо ножками, либо почтой России. Все для удобства, как ему удобно. Но через личный кабинет, опять-таки, нет все равно прямого общения. А ведь бывает, когда, допустим, ну а что ему напишут? Они скажут, ну все верно, чисто, а бывает, что в итоге неверно. Ну нет, мы, по крайней мере, за себя, за свой регион все-таки мы ручаемся. Ну, по крайней мере, управление, когда мы рассматриваем обращение. У нас подход такой достаточно системный. То есть даже если человек, например, обращается по транспортному налогу, то есть мы все равно запросим информацию, во-первых, у наших коллег из зарегистрирующих органов. Ну, потому что, на самом деле, всяко бывает, да. Электронный обмен. А, во-вторых, мы обязательно посмотрим по нему всю информацию. То есть перепроверить все-таки? Всю. То есть он обратился по транспорту, а мы, например, увидим, что у него что-то не то там еще с землей. Ну, по-моему, он считает, что ему там недоначислили какую-нибудь... Да, и даже то, что он не спросил, мы все равно посмотрим во избежание того, чтобы не напрягать налогоплательщика, чтобы завтра ему опять не пришлось к нам обращаться. А смотреть, соответственно, живой человек будет смотреть, перепроверять, да? Конечно. Ну, кто все думает, как, что у нас личный кабинет, там все... Нет, 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 это из личного кабинета, это все, как обычное письмо приходит, да, в государственный орган, регистрируется, расписывается на конкретного исполнителя, то есть все это... Но пользователи личных кабинетов, наверное, они видели, да, как ответы приходят, они даже видят живое письмо. То есть это сканированный образ с подписью заместителя руководителя, то есть все там... То есть внедрение личного кабинета бумажный документооборот не отменяет? Не отменяет, потому что налогоплательщик должен видеть и исполнителя, и того, кто подписал, ему зачастую, ну, ситуации всякие бывают, он может и выше обратиться, да, вышестоящий, там, например, налоговый орган, он может обратиться в суд. Ну, если он обращался в инспекцию, то это в управление вышестоящего, и обращался в управление ФНС, он может обратиться в суд, потому что бывают ситуации, где действительно требуют это право его обращения в суд, и ему для этого нужны доказательства его обращения. То есть бумага никуда... Мы просто все... Мы говорим вот весь эфир про личный кабинет, мне все, кажется, может быть, произойдет когда-то, когда все... Так это для налогоплательщика бумага ушла, а наши проблемы, это наши проблемы. Главное, чтобы налогоплательщика была вот экономия времени, и его ресурсов. Хотя мы уже затронули не раз, вот льготников, а кто сейчас вообще на льготы имеет основные его категории? Ну, основные, пожалуй, это пенсионеры, это предпенсионеры, это на... Предпенсионеры? Предпенсионеры. Это те, кто... Да, это теперь новая категория. Это те, кому повысили пенсию, пенсионный возраст недавно? Нет, это те граждане, которые бы по старому закону сейчас бы стали пенсионерами. Это женщины 55 лет и мужчины 60 лет. То есть они не потеряли свое право на льготу. Несмотря на то, что пенсию им повысили, а все льготы, которые им были бы положены, они у них все сохранились. Предпенсионеры. Да, это теперь вот такое. Пенсионеры, предпенсионеры, многодетные семьи. Ну, это вот, пожалуй, основные такие категории. Но вот многодетные семьи, на наш взгляд, тоже это уже такая, она действительно, эта льгота требовалась, да, она нужна. У нас многодетные сейчас какая семья считается? Это физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Именно несовершеннолетних, да. Чтобы все трое детей были несовершеннолетними. До 18 лет? Да. Тоже важный момент, потому что, наверное, люди путают. А вы говорите, у тебя же лоб здоровый. Нет, ну, есть, конечно, там еще дополнительные льготы, да, но как бы вот основная все-таки категория вот эта. Причем в пенсионеры нужно понимать, что у нас по законодательству, да, то есть пенсионерами считаются все лица, получающие пенсии. То есть пенсионерам у нас в данном случае будет признан, например, ребенок-инвалид, он получает пенсию. Или какой-нибудь там ветеран, вы его здесь отдали, который уже лет 45, а он уже... Да, то есть это все лица, получающие пенсии. Это инвалиды и дети инвалиды. То есть не ограничивается только пенсионерами по возрасту. Скажите, вообще, а как у нас вот собираемость с налогов вообще? Нам все время всякий раз отчитывают, что у нас как бы перевыполняют план, но в целом. Ну вот на 1 октября, если я не ошибаюсь, у нас где-то порядка, наверное, и транспортный налог порядка 120 с лишним процентов, и земельный налог 100. А потому что, смотрите, от начисленной суммы, да, сейчас уже поступают платежи за этот год, но еще не отразились начисления, да, то есть, во-первых, люди активно гасят свои долги, которые не были погашены в прошлом году, там, в позапрошлом, и уже начали поступать с августа месяца деньги за текущий год. Поэтому, ну, в принципе, на самом деле с каждым годом растет собираемость, да, например, на такой вот, когда-то она была провальная, там, много лет назад. В 90-е. Ну, сейчас, ну, не знаю, в 90-е, не могу сказать. В начало-то в тысячи. Да, но сейчас она, в принципе, как бы основной, вот, ну, скажем так, пул налогоплательщиков, это все-таки достаточно серьезные люди, да, законопослушные, они серьезно относятся к своим обязанностям, то есть, они платят нормально и вовремя. А чем это вообще объяснить? Правда, народ стал закон нового, сознатель или что? Или вы стали лучше шерстить? Да нет, мы же говорим собираемость, когда мы имеем в виду добросовестную плату. Да, да, да. То есть, это все, что до срока уплаты. Поэтому, ну, вот здесь, наверное, хотелось бы еще обратить внимание налогоплательщиков. Для сознательных, скажем так, налогоплательщиков, опять же, законодатель пошел навстречу. Если человек уплатил вовремя, то есть, ну, в срок установленный, да, уплатил свой налог правильно, он там был начислен неправильно, да. Ну, допустим, чтобы было понятно, да, налогоплательщикам. Вот, начислили мы ему 200 рублей в этом году за дом. Человек до 2-го, запросто, там вычитываю большой, 50 квадратных метров, человек уплатил до 2-го декабря, и вдруг на следующий год мы обнаруживаем, что мы допустили ошибку, либо сведения пришли неправильно, и он должен был платить не 200 рублей, а, к примеру, тысячу. Вот мы ему за те периоды уже не сможем доначислить, потому что он свой налог уплатил вовремя. То есть, с этого года уже сознательным налогоплательщикам есть преференция. Если вы платите вовремя по налоговому уведомлению, мы вам ничего задним числом теперь доначислить не можем. Только тем, кто вовремя не уплатил. А если человек, допустим, наоборот, переплатил в ошибку, если у него там налог 1000 рублей, то... Нет, это мы, безусловно, вернем, безусловно. В течение трех лет мы, конечно, вернем. Здесь имеется в виду именно то, что касается повышения его налоговых обязательств. То есть, вот так законодатель защитил добросовестных налогоплательщиков. То есть, они теперь, у них есть определенная преференция. Скажите, а какой налог самый собираемый? Да он как налог на эмоции физических лиц, как ни странно. А почему как ни странно? Опять-таки, последствия того, что... Да, в прошлом году и транспорт хорошо собирали, что удивительно, да, было. Всегда транспортный, он был такой вот прям, вот его так неохотно платили. Но сейчас транспорт, в общем-то, тоже подтянулся к налогу на имущество, и его достаточно неплохо платят. Ну, у нас самая начисляемая, скажем так, половина суммы из всего начисленного составляет транспортный налог. То есть, 2,3 миллиарда у нас начислено, и миллиард 100 – это транспортный налог. Ну, здесь, наверное, все-таки надо отдать должное еще и нашим коллегам, и ГИБДД, и гостехнадзору, и инспекции по маломерным судам. Ну, как бы, на самом деле, их нужно поблагодарить, потому что вот порядок, который навелся, да, раньше это был самый кошмарный налог, на самом деле. Больше всего скандалов, начисляли, не пойми как, люди действительно страдали. Машина снята, продана, почему не начисляют налоги. То вот сейчас коллеги, конечно, очень наладили взаимодействие, и это меньше всего обращений у нас сейчас. Ну, если есть, то это только, знаете, вот по таким случаям, что продал машину по доверенности, почему вы мне начисляете. А так, ну, как бы, ошибок, можно сказать, что их нет по транспортному налогу. А опять-таки, вот тот самый, ну, вспомним, личный кабинет, вот сыграл здесь позитивную роль, что, опять-таки, проще стало платить? Да, ну да, конечно, не надо бежать, да, во-первых, не надо бежать на почту, сначала стоять, очередь получить это налоговое уведомление, да, и люди, как бы, когда срок подходил, понятно, они бежали в налоговые органы, им там быстрее было получить. Потом не надо бежать в банк платить, то есть через личный кабинет сразу, пожалуйста, можно и оплатить. То есть даже имея приложение, вот как у меня в смартфоне, да, то есть я перехожу, например, Сбербанк онлайн и плачу налог. То есть без всяких вопросов, конечно, это тоже удобно людям. Опять вспоминаем, что самый дорогой ресурс сейчас – это время. Не знаю, еще электроэнергия, включение газа. Скажите, а в целом, вот вообще, все-таки, давайте немножко возвращаем гражданам, вот что бывает тем, кто не платит налоги, несмотря на все усилия страны государства по упрощению возможности уклотить, кто все-таки манкирует этим? Ну, начинается с малого, да, после срока уплаты уже на следующий день начинают начисляться пени. А приходят уведомления. Да, вот как раз после начисления пени, обычно там это 10, там максимум 15 дней, да, это направляется требование, где, опять же, личные кабинеты через личный кабинет, все так же, как уведомления. Да, то есть, опять же, налогоплательщику предлагается добровольно через требования уплатить, но уже туда добавляются пени, то есть сумма уже больше, и каждый день пени будут расти. Налогоплательщик не реагирует, соответственно, мы обращаемся уже в суд за взысканием, да, после суда уже вступают там приставы, и взыскание может быть разнообразным и неприятным, например, через работодателя, наверное, тоже не самый приятный, да, когда исполнительный лист, и в принципе, ну, имидж как-то, да, все-таки, исполнительный лист приходит работодателю, и если сумма налога там уже, ну, такая, да, выезд за границу, опять же, очень неприятный. А, кстати, действенные это меры, на ваш взгляд? Очень, да, очень неприятные. Разные про них разговоры. Нет, очень неприятные. Забрать из каких-то двух копеек, меня в Турцию выпустили. За двух копеек, кстати, такого быть не может, то есть, есть сумма, от которой только можно, как бы, ограничить выезд, по-моему, 30 тысяч. То есть, никаких двух копеек речи быть не может. Ровно так же за две копейки налоговый орган не пойдет в суд. То есть, мы взыскиваем только суммы свыше трех тысяч рублей. То есть, до трех тысяч мы направим требования, и как бы будем ждать, когда эта сумма вырастет, либо трехлетний период. Поэтому здесь опять же сделано, да, потому что, ну, да, были перекосы, когда там задолженность две копейки, а его уже загоняли. Поэтому, опять же, здесь законодатель пошел навстречу налогоплательщику. Во-первых, взыскание должно быть обоснованным, и за две копейки не выпустить за границу. Ну, вот меры эти, конечно, действенные. Тем более, что уплатив, например, не знаю, сейчас сделали, все-таки не сделали, по-моему, разговор об этом шел, чтобы должники вот в аэропорту, да, когда его не выпускают, чтобы у него появилась возможность оплатить и поехать сразу. Потому что раньше, да, ну, это все-таки действенная мера. То есть, ты же платишь, чтобы тебе выехать. Все, что на отдых отложил. Ну, в общем-то, да. Ну, вот тут коллеги как раз и судебные приставы совместно вот с нами проводят же такие... Ну, они свою работу выполняют по взысканию. Один из примеров тоже. Делаем же рейды совместные. То есть, приехали вы в торговый центр, в магазин пошли погулять, а у вас задолженность очень большая. Вы приехали на машине. То есть, если вы попали в этот рейд, то вы можете выйти из торгового центра и уехать на машине. И понести сумки в руках. А, машину что вы конфискуете? Конфискует, да. Конфискует приставы, да. Если уже есть исполнительный лист, на самом деле, почему нет? А у нас в регионе были какие-то прецеденты? У нас прецедент был в налоговом центре, когда налогоплательщик приехал именно в налоговый центр. И тут же там как раз совместные мероприятия с приставами были. И как раз вот он попался, он приехал на машине. И что, ушел пешком? Ну, уплатил за должность. То есть, вот прям вот в налоговый центр. Скажите, а вот характерный портрет, если вот описать должника, вот кто это? Это какая-нибудь бедная, не знаю, женщина с тремя детьми? Или наоборот, это какой-нибудь толстосун, который живет в загородном корпусе? Ну, я бы сказала, что как раз вот бедные и средние, они-то в основном платье. Создается впечатление наоборот чаще. Ну, опять же, нельзя говорить, что это все. Конечно, конечно. Ну, то есть, очень усредненно, но в целом, я бы, наверное, все-таки сказала, вот это вот у кого очень больше имущества, да, тем хуже он платит, тем больше у него вопросов, а почему, а дайте льготу. И вот старшее поколение наоборот. У них есть льготы, они волнуются, почему мне налог не начисляют, почему я не плачу. То есть, они такие более как бы серьезные, еще и контролируют налоги своих детей, внуков, позвонят за детей, за внуков, и как бы это вот все уплатить, чтобы вот, не дай бог. А вот вы чем объясняете, что люди более обеспеченные, как раз менее дисциплинированные, ну, какое-то, не знаю, наполевательское отношение, или просто у них столько имуществ, что за всем не уследить, или как? Ну, я не знаю, сложно, конечно, с точки зрения психологии говорить. Часть людей есть, которым, ну, наверное, просто нет времени. В общем-то, когда им напоминают, они без проблем уже спинями платят. То есть, ну, может быть, на самом деле не до того, а привычка, что называется, условный рефлекс не выработан, да, что 1 декабря нужно уплатить. У кого-то, может быть, и денег нет. Нет, он здесь, кстати, тоже не сказали, для этого тоже законодатель упростил жизнь физическим лицам. На самом деле, бывает, что налоги, они большие, да, и, в общем-то, и с имуществом расставаться не хочется, да, ну, как бы сказать, продать там, и разово уплатить это достаточно сложно. И сейчас появилась возможность налогоплательщикам, что называется, накапливать себе деньги на уплату налога. Это называется единый платеж, то есть налогоплательщик может, там, ну, я не знаю, в любое время, да, вот он перечисляет, да, и складывать в кошелек, ну, условно, да, у меня налоги, там, составляют 5 тысяч, для меня это дорого разово с одной зарплаты уплатить. Я каждый месяц по той сумме, которой я могу, складываю в этот кошелек. Это опять тоже через личный кабинет с новым. Можно через личный, можно, да, там, причем, можно проконтролировать свой, в личном кабинете посмотреть, сколько денег, потом, когда наступает срок уплаты, если я ничего не написала, не сообщила в налоговый орган, эти деньги автоматически раскидываются на налоги. Если я написала, да, то, как бы там, ну, мало ли я не дособрала всю сумму в этом кошельке, и пишу, что нет, погасите мне полностью транспортный налог, потому что он больше, да, к примеру, чуть-чуть на землю, и там, что хватит на имущество, а дальше я уж имущество там погашу. То есть вот такая возможность, как бы, такого оперативного управления своими деньгами, и, в общем-то, чтобы действительно было не так накладно. Скажите, а вот этот год, у нас с чем отмечено, вот это повышение НДС вообще как-то, что-то изменилось в вашей работе, допустим, мне вот интересно, стали ли уменьшить платить? Потому что много говорили вообще эксперты, что, ну, опять-таки, бизнесу приходится тяжело, и, значит, ну, так или иначе предприниматели делают все, чтобы уйти от уплат налогов, там, ну, схитрить, скажем так. Ну, НДС, ну, немножко другая, да, тема, она не касается физических лиц, но все-таки... Знаете, а предприниматель говорят, что касается. Нет, ну, все-таки я скажу, не, наверное, сложно говорить, что прямо вот повысили, все начали уходить, потому что у нас уже несколько лет действует, ну, такая достаточно автоматизированная система, да, отслеживание, и после ее внедрения по всей стране, в общем-то, был наведен порядок. То есть именно вот... Ну, говорят, знаете, такая схема, что, дескать, там работник файл эффективно сокращает, или, там, оформляет ему, как, якобы, самозанятые, не слышали такого? Нет, смотрите, но про самозанятые здесь уже, да, это уже про другой налог, это чтобы НДФЛ сокращать страховые, во-первых, самозанятые, они только в четырех регионах, пока. Но для самозанятых там есть все-таки особенность, то есть если вас поймают на том, что ваш контрагент это ваш работодатель, на которого вы работали там два года назад, то есть, то, извините, вам доначислят налог по полной программе, по общему режиму, то есть это запрещено. Поэтому изначально, когда вводили вот этот вот режим налогообложения, это не новый налог, здесь надо понимать, да, это льготный режим, конечно, такие случаи были, но они были достаточно быстро пресечены, потому что это просто невыгодно. И это не для работодателя, это для граждан, это режим, он не про деньги, вообще не про деньги, да, это про то, чтобы гражданам было удобно, цивилизованно вести бизнес, потому что они также взаимодействуют, например, с покупателями, там, да, своей продукцией, там, вот мелкий, вот совсем микробизнес, да, и то, чтобы показать, что я легальный человек, вот, ну, как бы для этого, то есть это не совсем про деньги, это про цивилизованность. Мы сейчас тоже упомянули этот эксперимент, вот, по самозанятым, четырех регионов, вообще вы как-то мониторите, насколько он успешно идет или как? Успешный, успешный. Какие результаты? Мы даже можем... А старенька много смотрят те, кто как раз самозанят. Нет, на самом деле он действительно себя зарекомендовал очень хорошо, тем более, что Федеральная налоговая служба выступила инициатором, чтобы пока никаких, пока вот идут все эти пилоты, никаких штрафных санкций, ничего не было, да, то есть абсолютно дать людям возможность добровольно к нам поступает очень, нет, это даже не... Это не повинность. Да, это вообще не про это, да. Но успешно, действительно выросло. Успешно, да. То есть достаточно большое количество, и оно растет, физических лиц, которые регистрируют. И что самое удивительное, ну, как бы бытовало такое мнение, что самые нелегальные, это таксисты, да, которые не хотят регистрировать, но это практически люди, которые самые первые пошли регистрироваться, да. Их, тем более, что есть возможность, если он там осуществляет деятельность в том регионе, а зарегистрирован у нас, он может тоже стать самозанятым. То есть и таких очень много. То есть это практически вот категория, которая первая пошла. То есть те, кто в аренду, вот, кто сдает жилье, да, то есть опять же... В аренду, можно сказать, кто квартиру сдает. Да, на самом деле, вот, ну, это неудобно, это раз в год ходить сдавать эту декларацию, платить 13 процентов. А ну, и даже срабатывать тоже та самая история, что люди не понимают, за что должны платить. Ну, и даже искренне реально думают, за что я думаю, на какой налог. Ну, сдай. И 13 процентов, понимаете. А здесь получается у него 4 процента, и все это вот так вот разбито во времени, и плюс поначалу он имеет право уменьшить свои, там, доходы на 10 тысяч. То есть и к нам поступает достаточно много обращений от граждан. То есть они заинтересованы, они хотят этим пользоваться. Ну, даже, вот я говорю, жизненная обыкновенная ситуация, к примеру, я не знаю, ну, варю я там мыло, да, продаю. Одно дело, я его продаю нелегально, вот, я сегодня есть, завтра нет. И другое дело, вот, я его продаю, я могу чек выдать. Причем не надо покупать ККТ. То есть это все вот в приложении, в планшете, либо в мобильном телефоне, мой налог, да. То есть вот, пожалуйста, в электронном виде я абсолютно легальный человек. Я могу свой совершенно микробизнес, который, может, я и платить там ничего не буду, потому что там очень маленькая выручка. Ну, я могу ходить с гордо поднятой головой перед своими покупателями, да, что я легальный человек, я ни от кого не прячусь. Мы все-таки, сами знаете, к государству нашему привыкли не очень доверять. Все же как бы боятся, что это пока так травоядное условие, что всех посчитать, а потом уже... Ну, я думаю, что здесь все-таки государство пошло от обратного. На самом деле мы вот как налоговики достаточно часто встречаемся с обращениями граждан, когда они просят помощи, если они обратились либо за услугами, либо какой-то товар приобрели у нелегальных лиц. А помочь-то... Ну, как поможешь? И то есть здесь, наверное, пошли от обратного. То есть когда претензии смыслы какие-то возникали. То есть да, и дай бог, если это просто не понравилось, а если ущерб здоровью какому-то, да. У него кулинарное изделие какое-то. Ну, это же уже серьезно, и кому ты предъявишь претензии, абсолютно никому не предъявишь. Поэтому здесь, наверное, все-таки шли от обратного, чтобы всем было максимально комфортно. Ну, вот смотрите, сейчас уже октябрь во все идет. Соответственно, какие-то разговоры ходят, распространят ли это эксперимент, если еще угодно, допустим, другие регионы, или как? Ну, сейчас речь идет о том... И ты ведь итоги можешь предварительно подвести? Нет, сейчас речь идет о том, чтобы вообще не ограничивать, то есть вот добавляем этот регион, этот, а чтобы с 1 января 2020 года, в принципе, всем регионам, а уже будет региональная власть решать, кто с какого будет вводить. Ну, это пока на уровне еще обсуждений идет, но планируется вот сделать так, что, ну, вроде как, это проще, чем каждый регион туда добавлять в этот пилотный проект. Ну, посмотрим, какое будет принято решение. Просто всем интересно понять, сейчас выбрали эти прогрессивные регионы, там, Татарстан, Калуга, ну, понятно, столицы. Интересно, насколько, когда в нашей самой обыкновенной области Тверской, ну, у нас, сами знаете, такая, считается, средняя область как бы в целом, когда у нас, соответственно, предприниматели смогут вот так вот упрощенно... Ну, вот подождем, что федеральный законодатель какой примет решение, и тогда уже... А когда это станет, как вы думаете? Ну, не может быть так, что 30 декабря объявят, да? Нет, 30-го не может, насколько я понимаю, там, для вступления в силу еще, да, есть месяц. Поэтому это, я думаю, не позднее 1 декабря должно стать известно. Вот, то есть хотя бы за месяц, да, известят, соответственно, всех людей, чтобы тоже могли прикинуть, стоит ли не стоит легализовываться. Ну, а с другой стороны, за месяц, там же нет такого четкого срока, что вы должны зарегистрироваться строго до 1 января, в любой день в течение года. То есть вот он чем хорош, вот этот... Это, опять же, может быть, касается тех же микропредпринимателей, которые сейчас на УСН. Для них это много. Тем более им приходится платить страховые взносы. А вот этот специальный налоговый режим, там не платится страховые взносы. Ну, только если у вас есть там желание действительно платить, да, пожалуйста, платите. То есть им действительно достаточно сложно уплачивать тот же УСН. Ну что ж, хочется в конце беседы, наше фиро подходит к концу, спросить, вот мы все опять-таки говорим, что все больше у нас общений через комменты проходит. А не открытых дверей все-таки у вас будут проводить? Эта практика никуда не уйдет? Или тоже идет в прошлое? Нет, нет, эта практика у нас никуда не уходит. Это живое общение, да, это... От нее уже надо уходить? Нет, и она востребована, и гражданам нравится, и тем более, что за раз можно там кучу своих вопросов решить. И 25 октября у нас планируется День открытых детей, дверей, да. Это получается через... Ну, 10 дней. 10 дней, да. Где он пройдет сразу, вот у нас осталась буквально минута... Во всех налоговых центрах, инспекциях, то есть во всех тормах будут проведены вот эти Дни открытых дверей. МФЦС. Сейчас еще МФЦС к нам подключились, да. То есть мы и там даем разъяснение по всем вопросам. Нет открытых дверей будут проходить с 9 утра до 6 вечера. Много народа-то вообще... Ну, вообще, да, как бы востребовано. Обычно люди, что называется, набирают ворох проблемы, чтобы разово их решить и подключиться к кабинету, что-то уточнить там, что-то там с ольготами. То есть, ну, вообще, да, востребовано это. Поэтому они и проводятся, потому что, ну, есть запрос. Ну, мы все, опять мы весь целый час говорим, что по электрону личный кабинет. Если у граждан есть на это запрос, то никто это не отменит. Они действительно показывают свою эффективность. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о налогах, о том, какие налоги, когда надо платить, что будет тем, кто не заплатит. И самое главное, что теперь намного становится уже проще платить налоги благодаря внедрению электронных сервисов, но при этом личное общение, пока, как вы слышали, никто не отменял. День открытых дверей будет очередной 25 октября. Приходите во все отделы налоговой службы и спрашивайте все, что вам интересно, все, что непонятно, вам всегда ответят. Дорогие дамы, спасибо большое. Это была программа «Тема дня». До свидания.